Итак, всем привет! С вами Маша из Этси Хелпер. И сегодня у нас очередной разбор магазина, который я выбираю в Инстаграме. Там вы можете оставить свою заявку под постом, и я случайным образом выбираю магазин для разбора. Сегодня у нас попал на разбор вот такой вот магазин. Что это? Ну, чучело животных, наверное, называется, игрушки животных, да? Реалистик Тойс Тролл. Здесь я вижу... А, сейчас мы поставим весь товар. Здесь я вижу перчатки. Мы, кстати, похожие разбирали с совами. Различные животные. И также у нас есть кошельки, также с животными. У вас уже есть какое-то количество продаж. И тридцать один товар. А по отзывам... У вас отзывы все очень хорошие. Причем люди... Ну, судя по тексту, который пишут люди, люди от ваших работ в восторге. Значит, смотрите. Начнем с заголовка под названием. Здесь написали, что у вас и игрушки, и перчатки, и брошки, и подвески. То есть я увидела только два. А брошек и подвесок я пока что не увидела. Вот. Поэтому можете это все убирать. Здесь нужно писать именно то, что вы продаете для лучшей инвестиции в гугле. Лучше пока что поставьте сюда сумки. Значит, дальше по баннеру смотрите тоже. Ну, я бы лучше сделала... Не знаю, может у вас какие-то игрушки есть на фоне какие-то, где в полный размер они, да, как-то их объединить и сделать какой-то небольшой коллаж. Либо тогда, если вы собираетесь продавать игрушки и варежки, и что там еще, и перчатки, то добавьте тогда каждый вид из товаров. По категориям у вас... Так, что тут у вас по совам? Смотрите, вы используете ключевое слово Гарри Поттер. Это у вас идет нарушение авторского права. Поэтому вы можете ждать, что в один из дней ваши эти листинги могут заблокировать за нарушение авторского права за использование имени Гарри Поттер. Имейте это в виду. Так, ну давайте посмотрим. Вот, енота. Его ключевые слова. Смотрите, название у вас написано неправильно. У вас просто идет перечисление, то есть, прилагательных. Нужно писать какие-то составные слова. Допустим, реалистик той, плюс той, ракун. Или вот интерьер той. Это, допустим, нормально. Или gift for friends. У вас очень много вы используете артиклей. То есть, вот, э не нужно использовать. Дважды вы его используете, вы занимаете просто время. А так никто не будет искать. Просто gift for friends будет отлично. И то же самое, точки тоже можете здесь не использовать. Ну, игрушки у вас очень реалистичные. Вот. Еще у вас нет основного слова ключевого. Ваши игрушки, скорее всего, будут называться stuffed animal. То есть, набитые игрушки. Поэтому, с ключевыми словами, вам нужно основательно поработать. Потому что так вас очень мало кто найдет. Только каким-то случайным образом. То же самое. Вы в описании просто повторили название игрушки. Так делать нельзя. Это, видимо, вы кого-то, наверное, увидели и повторили. Это все удаляете. About this toy тоже удаляете. И можете начинать вот с заголовка. Первые 160 символов у нас считаются гуглом. То же самое по тексту. У вас тут, ну, я не знаю, скорее всего, через гугл-переводчик вы переводили. Вот. Вам нужно текст подкорректировать. И, допустим, вот, смотрите, по размерам, как-то сделать это все более подробно. Непонятно, то есть, с хвостом, размер с хвостом, размер без хвоста. Ну, как бы, насколько это актуально. Кто вообще, если я покупаю игрушку, важен ли мне ее размер с хвостом или без хвоста? Или мне важна полностью весь размер игрушки? То, что в сантиметрах и в дюймах, это у вас все хорошо. Сейчас еще посмотрю немножко по тексту. Ага, игрушки, так понимаю, вы делаете каждую на заказ, да? Смотрю, также вы пишете, что вы делаете животных по фотографиям. Сейчас, на этом моменте я сейчас запомню, тогда я расскажу вам. Так, по описанию вы поняли, да, что нужно тексты исподправить. По тегам. Ну, вот, видите, здесь вы же используете став это и ракун. А так как это основное, ваше очень важное ключевое слово, то нужно его обязательно использовать и в названии. Вот, рокет ракуна, это, по-моему, вы, скорее всего, используете из фильма, наверное, да? Ну, у вас слишком много ключевых слов, мне кажется, которые вас бы так не искали, мне кажется. Допустим, то же самое, у вас нету реалистик, реалистик, софт, animal, допустим, что-нибудь такого. Я бы еще использовала слово лесные животные, очень популярное. И кавай, не знаю, подходит ли под кавай. А, ну, здесь вообще 10 результатов, даже можете вообще не использовать. И еще вот сейчас, happy holidays gift. То есть я бы тоже посмотрела, это все-таки больше какое-то рождественское тематика. Если вы хотите подарок для кого-то, то сделайте какую-то спецификацию более узкую. То же самое, скорее всего, по фане, чик-гифт сейчас нам выдаст. То есть в основном здесь почему-то дарят кружки, видите? Поэтому это у вас идет просто лишнее ключевое слово. То же самое, ракун-кун-арт. Всего лишь 147 результатов. Это очень мало, и так вас вряд ли кто будет искать. Поэтому вам нужно работать над ключевыми словами. Это вообще, то есть, самое первое. Учитывая ваши прекрасные отзывы о ваших работах, то есть тут люди прям вообще в полном восторге. Мало кому пишут такие отзывы большие. И у вас, в принципе, почти что на все работы вам написали отзывы. То есть даже вот у вас в отзывах люди используют staff, это animal. Вы можете читать, что вам пишут люди в отзывах, и использовать какие-то, может быть, части для текста, для описания, например. Плюш вот тоже использовать, допустим, видите? То есть вы можете использовать как плюш той. Так, посмотрим дальше. А, я хотела рассказать, у вас там было то, что вы делаете по фотографии. Я бы на вашем месте сделала, может быть, какой-то коллаж. Но если вы делали уже по фотографии какую-то игрушку, то можно добавить какой-то коллаж, допустим, вот собака. И тут небольшая фотография, допустим, этой собаки, какую, ну, какая-то сна получилась по фотографии. И сделать листинг именно под кастом. То есть кастом портрет, кто там, они, домашние животные. Домашние животные, animals, там, щенки, коты. Чтобы люди знали, что есть такая возможность, что вы такое можете предложить. Так, я смотрела сумку. Вот тоже непонятно то, что персональный заказ. Что это значит? Я не совсем понимаю. Ну, а так, по остальным словам, в принципе, у вас все то же самое, что и раньше. Я бы, наверное, даже лучше указала сумочка, из какого она материала. И у вас, допустим, вот на фотографии, здесь дальше идут три сумки. То есть какую из этих сумок я получу. Да, то есть мне нужно где-то лучше выбрать или, ну, как это происходит, допустим, не совсем понятно. Если вы предполагаете здесь разные размеры, то укажите, что вот, напишите где-нибудь на фотографии. Там это, допустим, small size, middle и large. Чтобы клиент уже понимал, что вы имеете в виду. Или вы предлагаете выбрать три разные сумки. Так, размер. Так, еще можете, в принципе... А, вот здесь тоже размер смотрите. Можете указать... В дюймах не забудете указать размер. И еще я бы указывала длину цепочки. И, может быть, ее можно регулировать. А, тоже ретро-бэк. То есть обычно ретро-бэк... Вы лучше пишите тогда то, что в style, наверное. Потому что ретро будет искать именно какую-то ретро старую сумку. И то же самое винтаж. Ну, как бы винтаж именно будет искать винтажную сумку. А у вас она именно в стиле винтажном. Но она у вас не винтажная. Тоже вот realistic animal. Здесь немножко друг... Вот realistic animal подходит под ваши большие игрушки. А под сумку realistic animal у вас не подходит. Если вы, допустим, добавите еще какое-то слово арт или какое-то как украшение, аксессуар, то еще да. То же самое реплика договор. Сейчас мы перейдем. Вы посмотрите, что это слово не подходит под вашу сумку. То есть так вас искать никто никогда не будет. Так, еще сейчас мы проверим, здесь у вас все хорошо. Еще я бы заполнила about. У вас, я смотрю, он не заполнен. Он у вас абсолютно пустой. Сейчас у меня проходит курс по Etsy-набор. И там есть первый блок бесплатный для всех. Вот, вы можете мне написать. Я вам открою доступ. И если вы не знаете, как заполнить раздел about, там как раз в первом блоке это все доступно у меня показано. В принципе, по всем остальным товарам все то же самое, что и по остальным. Да, я думаю, вы посмотрите разбор и поймете, что вам нужно здесь будет дальше исправить. На этом разбор я заканчиваю. Если он был для вас полезен, то не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока!